День, что нам этот праздник дает? А он ни этого праздника ничего не дает. Что он может давать, когда ножом прошелся по самому, по Таенному месту? Ничего там не было, кроме боли. Какой праздник? Это у православных. Батюшка заходит в церковь, с праздником, он какой, а она нищенка сидит, чтобы подали? Не знаю. У них праздник, у нас праздника 3-4, только на иконы где-то 400, наверное, праздников. По полной марки-то. Нет ничего праздника никакого. Дата? Через неделю на восьмой день. Вот так и получилось. Восьмой день. И совершил все, что положено по закону. Пришел не нарушить, но исполнить. Указывалось обрезание на крещение. И Христос пришел. Так исполним всякую правду. Тут ничего, тут все открытым текстом. Так что праздника нет, и больной ребенок лежит. Особенно на третий день. Руслан Воробьев вопрос хотел задать. Давайте. У меня тут соседи хотят у вас поинтересоваться. Давайте. Там что-то, килы какие-то там, язвы на теле у кого-то. И они хотят какой-то к бабке идти заговаривать. И я им сказал, не надо это делать. Уж к крещению сходить, чтобы споедаться хорошо и в больницу. Я ничего не понял. Тут еще не совсем точно идет. Ну-ка, Александр, Володя. Он говорит, что... Да, Володя, давай, рядом. Он говорит, что один человек, у него сосед, у него на теле появились язвы. И он хочет пойти, чтобы заговорили ему. Нельзя этого делать. Я, говорит, это объясняю, а они, говорит, меня не слышат. Душа, птухи, бабки. Тело будет разваливаться от болезни. Но ты не ходи, говорит Иоанн Златоуст, иначе душа пропадет твоя. Ни под каким видом. Какие были чумаки, сколько их тут было, этой чумы, проклятой. Никак. Благодари Бога, и все в этом заключается. У нас два врача. Поликлиника, медицина и священник. Болен. Пусть призовет пресвятеров, помажут его и леем. Если он решил там проститься, все сказанное. Помолятся над ним, над ним. То есть он лежит, он недвижимый. Не то, что в церковь пришли, стоят на всякие случаи там с оборвания. Над ним. И не пойдет, а призовет. Он лежит парализованно, как Сергей Георгиевич Козлов. Так что и сказать, и под какими... Вы скажите ему, что это нечистая сила. У тебя один орган будет лечиться, а два других заболеют. Ну да, мы сталкивались с этим. Ну вот так скажите, и все, и отойдите. Ветхий завет говорит выражение «оставляй живых», а Новый завет, если не покаются, пойдут лад. Мало что там. Считайте слово Божие, и прямо цитируйте, и показывайте. Проктор, кто идет к этой колдуне. Саул пошел последнюю ночь и потерял царство, и закончил жизнь самоубийством. Игнатих Иванович, а как им помочь этим людям-то? Никак. Отойди, чтоб тебя не захватило. Ты ему сказал, это делать нельзя. Цыганка ворожит. Все могут сделать они где-то. Но не под каким видом. Умри. Даже умри. Они вроде присутываются. Я думаю, они не такие там упрямые. Они просто совет хотят у вас лично, что вы скажете. Но он избрал темную силу. Недавно у меня один, а я сатанист. Это кончится первая секунда, как душа вытезистела. За гробом нет неверующих. Они сразу видят геенский огонь. И видят темные духи, которые летают, тащат его. Так что надо успевать здесь, сказал. Сказал и отойди. И после первого-второго разумления, как еретика, отвращайся. Ибо они, будучи самоосуждены. Самоосуждены. 3, 10, 11 титу. Вот так. Так, что еще у вас есть? Ну-ка. Так. Ну что, может назначить кого помолиться? Игнат Тихонович, мы достойно только пропоем. А помолиться назначите после занятий. Хорошо. Давайте. Да. По имя отца и сына. По имя отца и сына.